МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что же с Васей теперь будет? В тюрьме, наверное, останется. Ты прости меня, Джоник, что я говорю все время об этом. У меня из головы не уходит. Господи, сколько раз он сам себе жизнь рушил. Как можно было добровольно в тюрьме оказаться? Да, в голове не укладывается, что сына Сталина осудили. Я думал, вас это никогда не коснется. В самом деле, кому я жалуюсь, ты-то как все это пережил? Когда отца и мать арестовали, меня на Лубянку отвезли. Требовали, чтобы я от отца отказывался. Отца и маму потом расстреляли. А потом уже в 43-м в Казани на 5 лет психушку отправили. Потом еще 5 лет в Казахстане, ссылки на медных рудниках. А ты спрашиваешь, где я пропадал. Хорошо, что совсем не пропал. Джоник, прости меня. Тебя? За что? Свет! Джоник! Марфа, извини. Куда же вы пропали? Даже на день рождения не пришли. Тетя Маша обещала на премьеру позвать. Их вчера арестовали. Кого? Мама и папа. Вчера сразу после спектакля. Как? За что? Этого не может быть, Джоник. Я тоже не знаю. Я думаю, произошла какая-то ошибка. Конечно, ошибка. Обязательно разберутся и выпустят. Твой отец наверняка об этом не знает. Я написал ему письмо. Передашь? Конечно. Джонушка, миленький, ты не переживай. Папа во всем разберется. И обязательно освободит дядю Алешу и тетю Машу. Я очень хотела помочь. И письмо твою отцу передала тогда. Папка. Походи, заходи. Я принесла тебе письмо от Джона Рида. Джонушка сказал, что дядя Алешу и тетю Машу арестовали. Ай-яй-яй. Ты, наверное, об этом ничего не знаешь? Так какая-то ошибка, они же не враги. Прикажи, пожалуйста, чтобы их освободили. Давай. Послушай, что хочу тебе сказать. Ты дочь Сталина, а не почтальон. И запомни вот еще что. Больше никогда ни от кого не бери никаких письм. И не приноси мне. Поняла? Поняла? Запомни на всю свою жизнь. Ты дочь Сталина. Гай, я надеялся. Нет, я свято верил, что Иосиф Иссоренович просто не знает, что его друг арестован. Даже не друг. Больше. Они же родственники. Папа мне сказал, что я не почтальон чужие письма таскать. Не надо. Не хочу больше об этом. Прошло это. Никита Сергеевич обещал квартиру дать. На работу устроюсь. Там, когда совсем не в Моготу было, мечтал. Наверное, на мечте и выжил. О чем мечтал, Джоник? Не скажу. Ну уж нет, говори теперь. Свет, ну я прошу тебя. Джоник, немедленно говори. Да ты смеяться будешь. Реши, что я приземленный человек, неспособный на высокие чувства. Никогда я так не решу. Мечтал только о двух вещах. И первая это сосиски. Сосиски? А вторая? Кино. Все время почему-то очень хотелось пойти в кино. Ну так пошли. Вкусно. Как хорошо, что мы встретились. Я б тебя даже и не узнала, если б ты меня не окликнул. Я тебя сразу узнал. Ты похожа на... На папу. Нет. На его маму. А бабушку Кике? Да, мне многие говорят. А я ее уже совсем плохо помню. Маленькая была. Ну что, Джонушка. Одну твою мечту я уже исполнила. Теперь осталась в кино. Но сегодня мы уже не успеем. Как насчет пятницы? Ты свободен пятницу в шесть? Света, я теперь совершенно, абсолютно свободен. Я была в восторге. Я была в восторге. Прошли. Я была в восторге. И все. Правда. Ну, я была в восторге. Так там. Там с капушкой. И ты мне это. В восторге. Спасибо. 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 Мы хорошо увидимся. Ну и с кем ты там так любезничал? Это… Это поэтесса Юлия Трунина, она здесь читает всю неделю. Понятно. Ну, Швет, Швет, неудобно. Ну, неудобно, здесь много, много друзей. Хорошо. Здравствуйте. Где и когда? Да. Довую тебя в девять часов вечера. Давай. Все. Я детей на дачу отвезу и буду тебя ждать. Хорошо. Все, неудобно, я пойду. Господи, где галоша-то? А когда ты вернешься? Скоро, хорошая моя. Посмотри там в прихожей. Мам, бабуся уезжает. Как? А что случилось? Все знала. Бабуся, а что случилось? Коля звонил. Настю в больницу увезли. Надо, чтоб кто-то с внуками побыл. Мам, скажи бабуся, пусть не едет. Пусть этот Коля найдет кого-то другого. Катенька, Коля мой сынок. Кого ж ему просить, как не меня, что с ногами сидеть? Светочка, ты уж измени меня, что так вышло. Что поделаешь? А Ниночке я звонила. Она сказала, что поможет с Йосей, Катей посидеть. Да уж как-то очень неожиданно все получилось. А что с Настей? Утром в больницу положили. А что там, пока неизвестно. Все, надо ехать мне. Так, бабуся, я отвезу тебя на вокзал. А дети? Дети? С нами поедут. Отвезу их потом на дачу к Ниночке. Так, Катя и Йоси, одеваемся. Имейте в виду, что у мамы очень мало времени. Так что давайте быстрее. Узнаю сразу. Сразу тебе сообщу. Да уж, я надеюсь. Ты надолго, бабуся? Думаю, что нет. Господи, как мы тут без тебя, как я без тебя. Ну, потерпи уж, ягодка моя. Так, дети, выходим. Быстренько, быстренько. Добрый вечер, Слава Васильевна. Здравствуйте, Ниночка. Дети пусть пока здесь поживут, на свежем воздухе, что им в городе сидеть. Хорошо, Слава Васильевна. Ну все, я позвоню. Пока, мам! Люсь, останься до утра. Пожалуйста. Я не могу. Вика приехала с гастролей. Я должен быть дома. Господи, как мне все это надоело. Я не могу больше прятаться, ото всех скрываться. Ты думаешь, мне все это легко дается? Ну нет, конечно, я так не думаю. Ну тогда зачем ты опять об этом? Помочь тебе? Нет, не надо, спасибо. Все знают, что я с кем-то встречаюсь, но при этом на людях я всегда одна. Тебе важно мнение людей, и тебе важен я. Конечно же ты. Ну тогда к чему это ты разговариваешь? Мы с тобой оба взрослые люди. Мы знали, на что шли в наших отношениях. Да, но пока наши отношения не открылись случайно, твоя Вика не узнала о них, о других людей. Может, лучше сказать ей, покончить со всем и начать жить честно? Она, как все актрисы, очень чуткий человек. Я многом ей оберзан. Я не могу с ней так поступить, было бы подло. А изменять ей не подло? Люся, у нас отняли 10 лет жизни. А теперь ты сам не хочешь нашего будущего. Не я у нас отнял эти годы. Прости, прости меня, правда, надо идти. Прости, прости меня, правда, надо идти. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Я Светлана Сталина. Здравствуйте. Я знаю, кто вы. И знаю, зачем вы пришли. Ну, раз вы знаете, зачем я пришла, значит, полагаю, вы знаете, что мы с Люсей любим друг друга. Это не повод отказываться от кофе. Проходите. Ну, проходите, проходите. Люсей, конечно, бесконечно вам за все благодарен. И он честный, благородный человек, но признаться во всем сам он не может. Ну, а я тут при чем? Отпустите его. Да забирайте, ради бога. То есть я могу ему так и передать, да? Конечно. Что-нибудь еще, Светлана Иосифовна? Нет, спасибо. Удивительно, как все просто. Я думаю, будет гораздо сложнее. Жизнь вообще, на удивление, простая штука. Тема интересна. Вы пейте кофе. Он, правда, вкусный. Кофе у вас действительно вкусный. А знаете, что самое интересное? Что? Люси не только мне изменяет. Вам тоже. То есть что вы имеете в виду? А вы не знали, что у него роман с Юлией Друниной? С поэтессой? Поэтессой. Так что, если вы ему заявите, что я его не держу, неизвестно, кому повезет больше. Вам, мне или поэтессе Друниной. Это ты его не можешь отдать. Все и в самом деле очень просто, Светлана Иосифовна. Он кобиль. Пейте кофе. Пейте. В дыму певной он вормотал про танки. Про то, что не испытывая дрожь, он много раз бесстрашно шел в атаку. И я ему сказала, все ты врешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И с последнего. Заработает ты, собран, упрям и подобен во всем кораблю, что пробьется сквозь дождь и туман. И тебя я такого люблю. Ты в застолье прекрасен и юн, я с тобою вина прикуплю. Седину замечаю твою, но тебя и седого люблю. И уставшего видеть хочу. И до встречи часы тороплю, Чтоб прижаться к родному плечу И признаться тебе, что люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пятницу в шесть. Вот. Я пришёл. А, в кино. В «Ударники. Неоконченная повесть» или можем на урок жизни в «Спартак». Ты куда хочешь? Что-то случилось? Чего? Поехали? Да куда? Поехали. Как ты это устроила? Кино только для нас двоих. Есть тут один. Был. Знакомый. Теперь его уже нет, а киномеханик ко мне по-прежнему хорошо относится. А я ведь в детстве был в тебя влюблён. А сейчас что? Взрослым стал? А теперь невеста. Пожалуйста. Вот здесь. Светочка! Бабуся! Опоздала? Едва успела. Я прямо с поезда. Милая моя. Коля меня на целый день отпустил. Светочка, мне неудобно же. Ну, иди, ну, иди. Бабусь, у нас тут ещё церемония. Ну? А поцелуй? Общество требует поцелуй? Ой, люблю эту песенку. Дядя Джоник, можно я погромче сделаю? Конечно. Света, чай готов к столу. Иду, иду. Низа, принеси пирожки. Ну, всем приятного аппетита. Спасибо, милый. Спасибо. Да, я слушаю. Здравствуй, Светлана. Вашиблю с номером. Я знаю, что ты хочешь положить трубку. Пожалуйста, дай мне одну минуту. Света, мы ждём. Да-да, я иду. Мне с работы просто позвонили. Ты не одна? Я вышла замуж, Люся. Да, я слышал, задолидзе. Не поверил. Это правда. И у тебя не нашлось времени, чтобы со мной поговорить об этом? Ты от Руниной со мной тоже не разговаривал. А, ну ты всё знаешь. Люся, всё, мне надо идти. К мужу и детям. Я прошу тебе не звонить мне больше никогда, слышишь? Дай мне возможность жить дальше. Пожалуйста, прости меня. Хотя знаю, что никогда не простишь. Я звоню, чтобы сказать тебе, я не врал. Я правда очень тебя любил. Это целый кусок жизни и... Может быть, для тебя я и умер, но ты для меня нет. Всё, Люся, твоя минута истекла давно. Подожди, может быть, ты не очень понимаешь, что я хочу сказать, но при встрече я... Встреча больше не будет. Никогда. Прощай. Алло! Света, ну мы же ждём. Я иду, иду. Что-то случилось? Нет ничего, я устала просто. Я скажу, чтобы тебе наконец-то дали отдохнуть. Алло. Слушаю вас. Её нет. Это говорит муж. Хорошо. Хорошо. Да, я всё передам. Джоник, послушай, если... Звонил помощник Хрущевы. Никита Сергеевич, приехала Светлана Иосифовна Сталина. Хорошо. Пусть войдёт. Проходите, Светлана Иосифовна. Что-то случилось, Никита Сергеевич? Почему так срочно? Да, случилось, Светочка. Сядь. Никита Сергеевич, я волнуюсь. Опять что-то с Васей? Нет. Сейчас речь не о нём. Хотя он по-прежнему доставляет нам массу хлопот. Но сейчас не о нём. А о чём? О чём? Партия готовится к важному шагу, Света. Этот шаг может потрясти всю страну. Всю, понимаешь? Нет, не понимаю, какое это имеет отношение ко мне? Прямое. В чём дело? Говорите, потому что я не просто волнуюсь, я уже начинаю бояться. Я должен дать прочитать тебе один документ. Какой документ? Наверное, я должен был бы тебя подготовить, прежде чем дать его читать. Но я не знаю, как к этому можно подготовить. Скажу только, что молчать больше нельзя. О чём вам нельзя молчать? Вы говорили, что Васю будет хуже, если он останется в тюрьме. Это как-то связано? Ну, в общем, да. Отношение к нему, как к сыну Иосифа Виссарионовича, неизбежно изменится. И поэтому лучше, если он будет в окружении родных и друзей, а не заключённых, которые могут быть весьма агрессивно настроены после всего этого. Да после чего? Вот этот доклад я прочту завтра. На закрытом заседании съезда. В открытый доступ он не пойдёт. Но рано или поздно об этом узнают все. Я хочу, чтобы ты была первой, кто узнает, что я там прочту. Только прочитай здесь, не выходя из кабинета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это Вася прав. Вы врете. Что? Вы врете. Вы все только на отца валите, как будто бы он был один. А Берия? Берия, забыли? Это он все время папе нашептывал, что кругом враги и предатели. Вы же это знаете. Света, Светочка, подожди. Чего я должна еще подождать? Вы хотите, чтобы я согласилась с вами, от отца отказалась? Этого не будет. Я могу идти, Никита Сергеевич? Иди. Но я уверен, мы с тобой еще вернемся к этому разговору. Москва. 14 февраля 1956 года. День открытия 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В Кремль собирались делегаты, прибывшие со всех концов нашей Родины. Товарищ Булганин предоставляет слово для отчетного доклада Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никите Сергеевичу Крущеву. Света Сталина. Алло, Паша. Здравствуй. Это Света Сталина. А Джоник у вас нет? Нет? Да нет, просто он еще утром должен был приехать. Нет, не звонил. Дом телефон тоже не отвечает. Ну да. Ладно, я поняла, спасибо. Да-да, конечно. Как объявится, я дам знать. Вы что, будете смотреть? Вот опять позвонили. Алло? Да. Да. Да, это я ее слушаю. Что? А что с ней? Малусенька. Родная моя, куда же ты забралась? Милая, не оставляй меня. Я не смогу без тебя. Ягодка. Малусенька. Ягодка. 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 А что с ней не говорила? Малая моя. Малая моя. Малая моя моя моя. КОНЕЦ Жоник, моя бабуся умерла. Я успела с ней попрощаться, она меня еще увидела. А что происходит? Куда ты собираешься? Ты не догадываешься? Нет. Вся Москва говорит о твоем отце, а ты не знаешь. Что говорит-то? О чем? О разоблачении культа личности Сталина. Не слыхала, нет? Слышала, мне Хрущев дал прочитать. Это же все бред, Жоник, это вранье. Это просто подлость все валить сейчас только на отца. Вранье и подлость. А ты была в Казахстане, где я руду копал? Скажи это зэкам. На Колыме скажи, на Беломорканале, по всему Союзу. Ткни в любую точку, поезжай и скажи, что обвинять твоего папочку – это подло. Ты пьян. Да, я пьян, потому что радуюсь победой справедливости. Наконец, случилось то, чего так долго ждали. Надеялись миллионы людей. Не смей! Пусти меня, мне больно. Да что ты знаешь о настоящей боли? Что? Да будь он проклят, твой отец! Не смей! Не смей так говорить о нем! Не смей! Не смей, особенно сейчас, когда Кручев облил его брязью. Да, папа был неправ, во многом неправ, но он был не один. Он был под влиянием Берии. А ты что, серьезно в это веришь? Все, Джоник, мы поговорим об этом завтра, когда ты успокоишься и протрезвеешь. Никакого завтра у нас с тобой не будет. Мы разводимся! Мне стыдно людям в глаза смотреть, тем, кто отсидел долгие годы. Ни за что! У кого расстреляли родных, как у меня! И забрали счастливую жизнь! А при чем здесь наш брак? А при том, что ты вышла за меня, чтобы реабилитироваться за зверство своего отца. Да как тебе, как тебе не стыдно? Ты же знаешь, что это не так. А как? Почему ты так быстро выскочила за меня замуж? Потому что ты знала, что правда о твоем отце рано или поздно выплывет наружу. И ты решила, что тебя это не зацепит, если ты выйдешь замуж за одной из его жертв. Как ты смеешь даже думать о том, что я преследовала какие-то подлые цели. Я не хотел тебе говорить, но надо быть с тобой честным до конца. Каждый день, живя с тобой, я думал о том, как он, твой отец, не может найти себе из-за этого покоя. Как он ворочается в гробу, точнее, в своем ложе, в мавзолее. Ведь как он не пытался погубить мою семью и меня, я, вопреки всему, остался жив. И сплю с его любимой дочерью. Так с чьей местью был наш враг? Прощай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, слушаю. Светлана Иосифовна, с вами будет разговаривать Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич, хорошо. Света, как ты там? Спасибо, Никита Сергеевич, все нормально. Света, приходи ко мне завтра часиком к 12. Сможешь? Разговор есть. Смогу. 12 буду. Все, давай. Завтра жду. До свидания. Так, что вы срываетесь на любой звонок? Доешьте сначала. Мама. Мама. Как ты, сыночек? Как вы там? У вас все хорошо? Да, а у тебя... Мы звоним тебе, звоним. А тебя не было, да? Да, я... Занята немного была. Я забыла позвонить. Извини, мой хороший. Больше не забывай. Хорошо. Обещаю. Дай трубку Кате, пожалуйста. У тебя мало. Алло, мама. Здравствуй, моя красавица. Ты меня извини, что я не приехала к вам. Ладно? Я скоро приеду. Обязательно. С подарками. С подарками? А когда ты приедешь? Скоро, Катенька. Скоро. Обещаю. Не скучайте там, ладно? Ладно. Ты только приезжай скорее. Да, да. Я обещаю. Непременно. Целую вас. Пока. С подарками. А что он тебе еще сказал? Скоро приедет. Есть. Пока не остыла. Быстро кушать. Вот, Светочка, как обещал. Что это? А тебе открой. Открой. Трубка. У папин Новый Завет в кабинете у него лежал. Трубка. Письма я ему писала. Я тебе говорил, что некоторые вещи отца удастся тебе вернуть. Вот, получай. Спасибо большое, Никита Сергеевич. Я, честно говоря, уже не рассчитывал, что я когда-нибудь это увижу. Поэтому большое спасибо. Сделал, что мог. Но я тебя не только для этого вызвал. Помнишь, ты фамилию на Аллилую поменять хотела? Я на тебя тогда накричал. Помню. Так вот, сейчас я хочу сказать, что надо все-таки фамилию поменять. Нет. Нельзя. Нельзя тебе сейчас быть Сталиной. Вот. Вот здесь документы на тебя и на детей. Тебе нужно только подписать бумагу. И завтра тебе привезут новый паспорт и свидетельство на детей. Нет, Никита Сергеевич. Нет. Теперь я фамилию менять не буду. Это не фамилия. Это революционный псевдоним. Я понимаю. Не важно. Но сейчас поменять фамилию отца, это просто подло. Как бы там ни было, я от него отказываться не собираюсь. Это для вас всех он. Товарищ Сталин. А для меня он просто папа. И все. Понимаете? Я была и буду Сталиной. И плевать я на всех хотела. Характер у тебя отцовский. И фамилия характер. Иосиф Писаренович бы гордился тобой. Но будь он на моем месте, он тебе посоветовал бы то же самое. А знаешь почему? Потому что твои дети еще не готовы нести его фамилию в такой ситуации. И ты, между прочим, не только его дочь, но еще их мать. Мой доклад сейчас знают только по слуху. И то вон как отношение к тебе изменилось. Скоро его напечатают. И что? И мы не знаем, как люди отнесутся к тебе. Особенно, когда узнают страшные факты, изложенные в докладе. Вдруг найдут за такие, которые захотят отомстить тебе и твоим детям. Так что подпиши. Подпиши. Не хочешь ради себя, так ради Иосика и Кати. Подпиши. Аллилуйя. Покattutto. ГОВОРИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вася, здравствуй Как ты могла? Как ты могла отказаться от фамилии? Дай, товарищ Васильев, будешь включать и дебоширить свидание с сестрой тут же окончится Товарищ, простите, пожалуйста, этого больше не повторится Хорошо, я спокоен Я тебя никогда не прощу Я как был, так и был у Сталина Да ты тоже уже не Сталин, Вася Васильев Я-то хоть фамилию матери взяла А ты-то чью? Дрянь Какая же ты дрянь Я же не по своей воле поменял фамилию Мне ее поменяли Но я был и буду Сталином Ты же все прекрасно понимаешь Чего ты притворяешься? Они же хотят не просто Выставить его злодеем Света Они хотят сделать его козлом отпущения У них у всех без исключения руки замараны Они до сих пор его боятся Да перестань ты, Вася Они хотят уничтожить даже память о нем Стереть его имя с историями И ты, и его дочь Им в этом помогаешь Да в чем я помогаю? Кому? Ты о детях моих подумал? О своих детях ты, Вася, думаешь хоть иногда? Как им-то жить с этой фамилией? Это им решать Это они должны убирать, а не ты Поняла? Не приходи ко мне больше, ладно? Нельзя не мало, уходи Все, иди Мы закончили Ваша мама? Да Да Аллилуева Надежда Хорошая фамилия Божья Так ты значит дочь? Сталина, да Тяжело 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 Ты крещеная? Нет Покрестись? Зачем? Что, думаете, легче станет? Это я тебе сказать не могу Каждый сам свое спасение ищет И отец Тихон, у меня здесь все знают Если не решишься, винисти прошу Спасибо Спасибо Среди наших сотрудников есть как маститые ученые, так и молодые научные сотрудники, но уже внесшие значительный вклад в развитие отечественной словесности Здравствуйте Опаздывайте, Светлана Васильевна Извините Это научный сотрудник Светлана Аллилуева Между прочим, дочь Сталина А можно зайти, чтобы на нее посмотреть? Так вы за время стажировки у нас каждый день будете с ней видеться в библиотеке, в столовой А она в столовую со всеми сотрудниками ходит? Она же не директор института, чтобы в отдельный буфет ходить Она всего лишь навсего рядовой научный сотрудник Пройдемте в музей Спасибо 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 Спасибо